Я беру обычный биномбитон. Надеюсь, все помнят, что это такое. А плюс Б в квадрате. А плюс Б в форму Б. А плюс Б в четвертой. Ну и так далее. И сейчас чуть-чуть изменю. И тогда формула изменится. И дальше будет создать наука. А изменив я следующим образом. Представьте себе, что Б умножить на А. Это КУ А Б. КУ это переменная, которая коммутирует со всеми остальными. То есть КУ А равняется АКУ. КУ Б равняется БКУ. Но между собой буквы А и Б не коммутируют. На первый взгляд, конечно, очень странно, как вообще можно что-то не коммутировать. Но с другой стороны, если вы возьмете какие-то преобразования, или матрицы, или еще что-нибудь, они бывают, что и не коммутируют. Но меня это сейчас интересует скорее как просто упражнение на раскрытие скобок. Потому что математический смысл этому мы будем придавать потом. Итак, что это такое? А плюс Б умножить на А плюс Б. Это А в квадрате. А вы даже смотрите. Плюс АБ плюс БА плюс Б в квадрате. А вы помните, что КУ А это КУ АВ. Поэтому здесь у нас получается А в квадрате плюс 1 плюс КУ АВ плюс Б в квадрате. Господа, я уже могу записывать. Из двух по нулю гауссовский веномиальный коэффициент это 1. Из двух по единице гауссовский коэффициент это 1 плюс. Из двух по два это тоже 1. Хорошо. Что такое А плюс Б в квадрате? Это вы должны умножать А плюс Б на А плюс Б на А плюс Б. И получаем какие результаты? ААА. ААБ. АБА. БАА. АББ. БАБ. ББА. Ну, что это означает? Смотрите, здесь у нас одна Б и две буквы А. Число сочетаний гауссовское из трех по нулю это единица. Из трех по единице это вот здесь буква Б меняется с А в множник ку. Здесь меняется с А и в множник ку квадрат. Это будет 1 плюс ку квадрат. Из трех по два это что такое? Здесь буква А, например, это один раз, здесь два раз. Это будет опять 1 плюс ку квадрат. И число сочетаний из трех по три единицы. Окей. А, 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 б, а, б, а, б, а, да. И когда мы имеем дело с любой такой строкой, ну, например, А, а, б, 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 а, а, б, а, б, а, б, а, б, а, 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 б, да. Вот представьте себе какую-то такую длинную строчку. То, чтобы преобразовать ее к виду, то есть сколько, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, а в восьмой степени, а, б, сколько, б в шестой степени, мы должны в букву Б сдвигаться максимально вправо, при этом в букву Б перепрыгнуть через три буквы А, это через четыре, это через шеи и так далее, да. И это можно изображать геометрически. Давайте вот я прямо вот это вот длинное-длинное-длинное слово нарисую. Я думаю, все абсолютно поймут, что же это у нас будет такое. Я рисую систему кардиналов. Каналам. И давайте договоримся, что буква А, это сдвиг на единицу вправо. Буква Б, это сдвиг на единицу вверх. Тогда что у нас получается? А, а, потом Б, Б, Б. Б, Б, Б. Лuran АА, потом Б, А, Б. Так, Б, А, Б. Понятно, где мы закончили. Вот по горизонтали мы сделали ровно восемь шагов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, десять. По вертикали мы сделали шесть шагов и пришли вот в эту точку. В какой степени будет Q, когда мы все это преобразуем к виду A в восьмой, B в шестой? Понятно, в какой. Посмотрите, у нас здесь движется через эти три буквы A. Давайте соображать, что это за три буквы A и что значит B через нее движется. Вот эти три буквы A, а вот эта буквы B. Замечательно. Вы берете некоторую букву A. А это горизонтальный ход. Буква A это горизонтальный ход. Замечательно. Замечательно, площадь можно считать и по вертикали с столбиками, и по горизонтали. Что у нас здесь результат будет такой же, да? То есть можно брать каждую букву B и смотреть, как мы ее протаскиваем. Можно брать каждую букву A и смотреть, как мы ее протаскиваем. Давайте поймем, что значит, что это буква A и вот следующая буква A расположена горизонтально. Это значит, что их никуда не придется тащить. Согласны? Здесь вот она расположена, но ее придется тащить через три буквы B. Это вот те самые прямые буквы B. Вот эти, которые здесь написаны. В общем, ребята, лучше сами посмотрите. Поймите, что площадь вот этой фигуры, это в точности и есть степень любых фигур. То есть. Вот эти фигуры называются диаграммами. Их иногда рисуют, что называется, с этого угла. Тут, как всегда, есть английская школа, есть французская. Как я сейчас рисую, обычно называется французская школа. Если бы та же самая диаграмма была бы здесь, называлась бы английская. Но это, что называется, было бы ловство. Потому что понятно, что клеточкам все равно смотрите вы с этой стороны или смотрите с этой стороны. Важно, что количество клеточек, из которых состоит диаграмма Юнга, это вот и есть та самая степень куб. Мы сейчас должны исследовать разные свойства этих самых чиселсочетаний и понять, какое они имеют отношение к математике и так далее. Наверное, имеет смысл сначала посмотреть алгебраически. Во-первых, если q равно 1, то эта формула превращается просто в то, что в а равно 1. И поэтому вся наша наука, когда вместо q отставить единицу, превращается в обычную комбинаторию комбиновную току. То есть в самую, что называется, простую. В самую, самую, самую простую. Теперь, значит, пусть у него нервы видите. Пусть у него такая примета. Давайте посмотрим на самые простые слова. Скажем, понимаете ли вы, что число сочетаний из n по k это то же самое, что число сочетаний из n по n по k. Ну, давайте подумаем. Почему? Потому что что такое существование из n по k? У нас h в б и n минус k в а. Так? А здесь у нас на обороте. Правильно? Ну, а кто нам мешает просто-напросто, что называется, перевернуть слово и читать его задом наперед? И у нас тут вот раяц. И мы все равно должны отделить эти буквы а одно от другое. Да, кстати, симметричность будет вам совсем понятна, если вы на этой картинке поймете, где у нас здесь k, а где n минус k. То есть, господа, k это количество клеточек, да, здесь. n минус k, это вот здесь. Ну, совершенно понятно, что когда нас интересуют всевозможные пути, что такое гаушсовое число сочетания из n по k. Вы начинаете в начале координат и движетесь в точку с координатами n минус k, k. Движетесь каждый раз по горизонтально на единицу или по вертикально на единицу. И после этого вот полученную диаграмму берете с коэффициентом k в степени количества клеток. Что бывает, когда k, n минус k поменят? Вы просто-напросто такой прямоугольник заменили на прямоугольник сверечной относительно диагонали. Совершенно понятно, что в кардиограмме там тоже соответствует, да? Хорошо. Продолжение следует. Продолжение следует.